Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Я так понимаю, более 100 тысяч семей, те, кто проживает в многоквартирных домах на земле, которая принадлежит третьим лицам, так называемая разделенная собственность. Наконец, после очень долгих мучений, я так понимаю, что вся эпопея с этим законопроектом еще началась в парламенте прошлого созыва. Наконец, закон принят в третьем чтении, то есть окончательно. Я так понимаю, что до оптимального решения, за которое вы выступали Регина, я так понимаю, что еще далеко. Может быть, несколько слов об этом законе, что устраивает, что не устраивает и что будет дальше? Когда реально этот откуп начнется и будет ли закон работать? Потому что есть такие пессимистические мнения, что вообще закон работать не будет. На самом деле, я благодарна судьбе за то, что у меня сейчас есть возможность в прямом эфире это сказать. На самом деле, в прошлой неделе завершилась огромная политическая операция, которую возглавляла я. И в моем штабе были множество активистов из общества «Народ против земельных воронок». Да, не все получилось на 100%, как мы хотели. В идеале мы хотели, чтобы государство эту землю просто подарило тем жителям, которые были несправедливо обмануты в начале 90-х годов, когда они оказались в результате приватизации хозяевами своих квартир, а земля под их домами была возвращена законным владельцам болотистых заливных лугов в нынешних районах. Плявники, Пурциемса, Залитуды и так далее. И то, что сейчас плавает на поверхность, только часть айсберга. На самом деле, главный закон был принят очень тихо. Я специально не делала никаких политических заявлений, не участвовала в дебатах по этому вопросу, держа пальцы крестиком, просто чтобы не сглазить. Объясню, в чем была суть вопроса. Ты абсолютно прав, когда вы говорите о том, что долгие годы люди, а это 300 тысяч человек по самым маленьким подсчетам, потому что 100 тысяч семей, это вот примерно эту цифру составляет. 300 тысяч человек по всей Латвии вороли за то, чтобы... Главное, это суть в чем? Платить меньше и свободно распоряжаться землей. Прекратить практику, когда хозяин земли под домом запрещает. Поставить знак, сделать детскую площадку, автостоянку. Были случаи в московском районе, когда хозяин просто каждый день звонил в муниципальную полицию, которая приезжала и штрафовала людей, которые ставили на узенькой-узенькой проездной улочке свою машину возле дома. Ну так вот, закон этот назывался очень сложно. О восстановлении части гражданского закона Латвийской республики 1937 года в части наследства и чего-то там еще. Там название занимало, по-моему, пять строк. И это не важно. Нам удалось. Эта идея вообще принадлежала моему помощнику в семье Владимиру Ткаченко. Мы очень методично заложили, как бомбу замедленного действия, эту идею Министерству юстиции. Я должна сказать спасибо, что там работают совершенно классные молодые юристы, которые подошли к этому делу именно как профи, а не как политики. И в итоге мы провели настоящую реформу. Теперь вообще нужно забыть слова «принудительная аренда». Ее не существует в принципе, потому что была проведена реформа, и принудительная аренда земли заменена так называемым сервитутом. То есть это законное право пользования землей. То есть если ваш дом стоит на земле, вы имеете законное право этой землей пользоваться. Установлен единый платеж от кадастра. То есть теперь не надо будет через суд или путем переговоров устанавливать 4, 5 или 6 процентов от кадастра. Напомню, что мы боролись за 4 процента и проиграли, к сожалению, 7 проиграл в конституционном суде, когда опять-таки хозяевам земли удалось доказать, что они 4 процента зарабатывают год, это мало. В общем, сейчас это 4 процента унифицировано для всех. И более того, вот это законное право пользования землей дает возможность больше не спрашивать у владельцев разрешения, чтобы там кто-то на этой земле построить. То, что необходимо, это согласие жильцов дома и согласие БУВАЛД. То есть если вы хотите все, что угодно, качели, стоянку, для мусорников какой-то там навес, согласовали в строю праве, в Думе, вперед, ничего не нужно спрашивать. Это не обкладывается ПВНом. Забыли эпопею, когда Каченко Владимиру пришлось, по-моему, 5 или 6 лет бороться и побеждать в Шлипке в Верховном суде, чтобы доказать, что принудительная аренда не должна обкладываться ПВНом. Еще раз, это было принято в октябре очень тихо. И этот закон вступит в силу с 1 января. То есть с 1 января все те дома, у которых договоры с владельцами земли не через суд, а путем переговоров, ну, там, где РНП заключало, 4%. Для тех, у кого договоры, вернее, вот этот процент был установлен судом, им придется потерпеть еще год, потому что установлен переходный период. Я скажу так, там была такая борьба за туристами. Я даже знаю, что почему Союз Зеленых и Крестьян, вернее, скажем так, политически, риторически, я задам вопрос. Зеленые и крестьяне, вы якобы в оппозиции. Почему вы в этой ситуации, по этому закону, встали на сторону землевладельцев? ЗЗС просто отчаянно рьяно боролась против этого закона, чему я была немало удивлена. Но факт остается фактом. Мы победили. Вот я честно говорю, это была ситуация, когда я сказала, мне не нужно, чтобы под этим законом стояла моя фамилия. Но на самом деле я могу сказать людям, это закон имени Владимира Ткаченко, имени товарищества закон народ против земельных баронов. Мы добились этих 4%, и этот закон уже нельзя о споре в конституционном суде. А почему? Потому что это переведено в разряд сервитута. Это такой юридический нюанс, там очень сложно объяснять. Но это было сделано на сей раз настолько профессионально, что оспорить в конституционном суде это нельзя. Более того, там был период, когда закон приняли в третьем чтении, и его еще должен был провозгласить президент. Я сидела вот так тихонечко, молчала, держала, опять-таки пальчики к грестикам, чтобы никто ничего там вот не пикнул, не сказал ничего, ничего, ничего. Хотя Шлитке очень громко кричал, просил президента не провозглашать. Очень важно было показать, что оппозиция вообще, вообще, да ради бога, нам это неинтересно, и все. Хотя, я говорю, я сидела просто вот так вот, держа пальцы к грестикам. Президент провозгласил, все, история закрыта. С Нового года 4% от кадастров. Теперь начинается вторая часть марлезонского балета, кадастр. Как известно, кадастр заморожен, и, соответственно, владежь 4% зависит от кадастров. У нас тоже есть план, поэтому спокойно. Очевидно, борьба за кадастр перейдет плавно в следующий сейм. Сейм, это понятно, да. Поэтому я могу сказать так. Работа в парламенте сейчас, вот в этих вот всех условиях пандемии, не из-за того, что там я должна работать из дома, а из-за того, что общая обстановка, ну, скажем так, по нервам. Я реально сравниваю, у меня периодически возникает течение, что я нахожусь где-то, работаю санитаром или медсестрой в психиатрической больнице, да, как бы вот мою задачу, входит просто держаться и работать, несмотря ни на что. Каждый день вытягивает себя за волосы в плане оптимизма, как Мюнхгаузену из болота. Ну, я с этим справлюсь. Поэтому хочу сказать так. Можете думать обо мне что угодно, но я прошу всех, кто заинтересован в том, чтобы эта история с принудительной арендой, раздельной собственностью, все-таки еще продолжала заканчиваться с пользой для вот этих 300 тысяч, а не для домовладельцев. Пожалуйста, выберите меня в 14-й семь. Это вот маленькая минутка политической реки. Объясню, почему. У нас в плане четко разработано, что нужно сделать в законе о кадастровой стоимости, чтобы этот кадастр для вот этих вот участков возле домов был максимально, насколько это возможно в нашей стране, где защищается частная собственность. Проблема, еще раз скажу, это не в слабости согласия, а в том, что в нашей стране по Конституции частная собственность – это святая корова. Я извиняюсь, все-таки я перебью тебя чуть-чуть, чтобы радиослушатели тоже эту мысль не упустили. Все-таки ведь что тревожит людей в этом законе еще до прилегающей земли? Их тревожит то, что все равно эта сумма, за которую они могли бы выкупить эту землю, я имею в виду жильцы, и в 23-м году, и в 24-м и так далее, она будет для них непосильна. Вот я хотел бы, чтобы ты на этом сосредоточился. Я именно к этому сейчас и подвожу, чтобы вы понимали. Значит, первое. Принят в этом году, в октябре, закон о том, что с 1 января 4% от кадастра вы будете платить без всяких ПВНов. Это все. Это первое. Второе. Принят этот закон, по которому, несмотря на нашу борьбу за то, чтобы не 100% от кадастра, хотя было понятно, что они по-другому принять не могут, потому что иначе это будет оспорено в Конституционном суде, и мы бы проиграли. То есть то, что господин Гомберг в социальных сетях на меня наехал, что, ах, я такая коммунистка, собираюсь национализировать, отобрать у частных собственников землю, он не понимает политических нюансов. Политическая политика – это огромный рынок и торг, где я отстаиваю интересы своих избирателей, кого я защищаю, а другие партии отстаивают интересы своих избирателей, у которых избиратели, в том числе и землевладельцы, которые очень отчаянно лоббируют свой интерес. Поэтому я могла подать и 0%, и 20%. Мне было важно показать своим предложением, что 100% от кадастра – это продолжение несправедливости, что эту землю должно было выкупать государство. На кону, еще раз, общая стоимость этих участков по нынешнему кадастру колеблется где-то в пределах 200-250 миллионов евро на всю лакцию, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть это эти деньги потенциально могут получить владельцы земли, либо банки, которые кредитовали сделки по покупке этих земельных участков. Еще раз, 200-250 миллионов евро. Сразу было сказано со стороны правящей коллекции, что даже не надейтесь, что вот если мы нашли 6 миллионов, это тоже победа, я перекрестилась, компенсация же сам для национализированных домов, 6 миллионов, то уж 250 для вот этих принудительных, нет, и не найдитесь, не найдем. Теперь смотрите, что происходит. И это все в ситуации, когда у нас неизвестен кадастр. То есть людям предлагается выкупить за 100% от кадастра. Вы сами будете принимать решение. Это не так, что вот все, наступает эта дата, 1 января 2023 года, и вы обязаны выкупать эту землю. Нет. Все, что вам нужно, и мы до этого вот с нашим товариществом, с Каченко, с Удрисом, сядем и распишем подробную инструкцию для каждого дома. Вам нужно будет садиться и считать. Здесь будет очень важно просчитать, что для вас выгоднее. Объясню, почему именно валы, наиск, зеленые крестьяне так ратовали за вот этот вот закон о том, чтобы выкупить. Ну, понятно, с одной стороны, их очень серьезно пролоббировали землевладельцы. С другой стороны, их электорат – это сельские районы, где кадастр земли очень низкий. И поэтому, естественно, если эта принудительная аренда или раздельная собственность сохранилась где-то в регионах, то там для людей не составит труда выкупить даже по 100% от кадастры. Я, например, знаю, я занималась случаем в Аугждауговской волосе, это бывший Аугждаговский район, на границе с Белоруссией почти. Там есть такой тоже очень странный возникший участок, где стоит дом, а земля принадлежит другому человеку. Так там парадоксальная ситуация, что там рыночная стоимость выше кадастровой стоимости. Естественно, в этом случае людям выгоднее, как только наступит 1 января 2023 года, сразу же бежать и выкупать эту землю. С другой стороны, мы имеем в Риге несколько кварталов с безумно дорогой землей, где это совершенно невыгодно. Естественно, им выгоднее платить 4%. Либо крутить. Там это уже, в принципе, людей, вот владельцев квартир в таких домах, эти принятые законы заставят не просто считать, а даже думать как предпринимателям. Потому что всё это оказывает огромное влияние, первое, на стоимость вашей квартиры. Мы, допустим, почему мы ещё протестовали против этого закона. Мы очень-очень, вот то, что мы реально не смогли добиться чего, что очень жаль. Ткаченко и я, соответственно, предлагали, чтобы каждый владелец квартиры мог выкупить отдельно свою вот эту вот долю земли условную, без согласия с соседями. Ну, вот просто и у вас в земельной книге было бы записано, что вы владеете только квартирой, но вот этим своим условной долей земли под домом. Нет. Вот Валойна, Зелёные наставили на том, что все скопом, причём простым принятием решения, 50 плюс 1 голос, если 49 голосов недовольны, им придётся подчиниться. Вот это вот самый ужас, мы считаем, потому что в этой ситуации человек, ну, условно так, допустим, пенсионерка, 70 лет, пенсия где-нибудь там 300 евро в месяц, не соглашается на собрание на этот выкуп земли, потому что под это ей придётся заплатить, ну, скажем там, я беру ещё по-среднему, где-нибудь там, ну, примерно от 3 до 5 тысяч евро, это очень средненько, потому что в районе, допустим, Олимпийского центра там до 30 тысяч будет достигать суммы. Вот. И, естественно, этой пенсионерке просто так банк бы ни за что не дал никакой кредит ей 70 лет с её пенсии, а тут кредит берёт как бы дом, и вот распределяется эта доля. И вопрос, если вот эта бабушка вдруг захочет продать свою квартиру, при этом на ней висит этот кредит, причём он по закону не будет оформляться как ипотека, то есть это будет личный кредит этой бабушки, да, то есть как бы квартиру она продаёт, при этом кредит за землю остаётся на ней, да, он не оплачет. И вопрос вообще, а как организовывается сделка? Это, кстати, вот тоже внимание, это станет актуальным через 2 года, но нужно будет очень серьёзно консультировать людей, как такие договоры подписывать, как эти сделки проводить, чтобы люди тут точно понимали, на ком остаётся долг за такой кредит, пока он не выкуплен и так далее. Там множество нюансов, поэтому я говорю, у меня работа будет опять выше крыши, вот начиная и следующий год, потому что сейчас мы ещё должны маленькие технические поправки быстро в декабре провести, там будет связано с платежами. Следите, пожалуйста, вот кто может за моей постраничкой в Фейсбуке, и я буду стараться публиковать везде, и в газетах даже за свой счёт готова покупать это время, чтобы объяснить, что люди очень чётко должны сделать в январе следующего года. Там будет масса таких технических нюансов. Но ещё раз вас призвать. Первое, помните, вас никто не заставляет окупать эту землю, это раз. Второе, каждый дом – это индивидуальный случай, поэтому нужно брать в конкретном случае калькулятор, бумагу, ручку, всё рассчитывать, понять, выгодно это или невыгодно. И в любом случае, самый главный мой совет сейчас – не торопиться ни с окупкой земли, ни с какими-либо обещаниями, потому что одно я могу вам обещать – точно борьбу за снижение кадастровой стоимости земли под многоквартирными домами, мы продолжим в любом случае как общественная организация, и я как политик, и будем стараться добиваться того, чтобы этот кадастр был минимальным. Там принцип будет такой, какую формулу мы предлагаем Министерству юстиции, чтобы этот участок был разделён на две функциональные зоны. Первая, непосредственно прилегающая к дому, то есть земля, на которой дом стоит, этот так называемый, скажем так, минимально необходимый участок по строительной нормам для того, чтобы на нём построить дом. Это раз. А двор, зелёные зоны, проходы, всякие там закутки, вот сколько этих случаев, когда там прирезали проход детскому саду за домом, мы говорим, а зачем это нам? Это не нужно. Ну так вот, у нас идея такая, я считаю, что такой, скажем так, нормальный, логичный кадастр будет только для маленького кусочка поддома, а вся прилегающая территория будет иметь пониженный коэффициент, да, так называемые зелёные зоны, которые функционально не могут ни подо что использоваться, ни под строительство, ни под какие-то другие сооружения, которые могут потенциально там приносить прибыль или что-то такое. Я хотел всё-таки, да, уточнить, извини, стоит ли вообще рассчитывать, или это такой наивный вопрос, стоит ли рассчитывать на помощь, самоуправление и тем более государство, там, не знаю, в какой-то заём беспроцентный, в случае, если всё-таки эта сумма выкупа будет достаточно неподъёмной для многих семей? Ну, значит, скажу вам то, что я считаю реально. Значит, первое, значит, то, то, что государство как бы шмогло выжить из себя в виде помощи, уже заложено в этом законе, и, как сказал в гордо Валойне, с выступа на латвийском радио 1, государство берёт на себя все административные расходы. Условно, вам оплатят услуги вот этого судебного исполнителя, который будет вести сделку. Да. Не судебного исполнителя, ну, в общем, судебного исполнителя, да, всё правильно. Который будет вести сделку и оформление, вам не надо было платить за оформление земельной книги. Да. Это, собственно, всё. Значит, насчёт государственных займов Валойне обещают, что вот, там будет какая-то программа и всё остальное прочее. Я могу вам сказать так, что, дай бог, у государства нашлись деньги на программу строительства нового жилья, потому что там, ну, реально очень большая программа, потому что у нас в крупных городах катастрофически не хватает жилья для молодых семей, для молодых специалистов, не хватает социальных домов, где можно было бы группами расселить социально малозащищённых людей, да, то есть там тоже огромная работа, я так говорю, как руководитель под комиссией по жилью. Поэтому рассчитывать и верить обещаниям на то, что мы вам выбьем гранты, на то, чтобы вы выкупали землю, ну, у меня только один вариант в голове, что лобби землевладельцев продолжается, естественно, они хотят все получить свои эти 200 миллионов, да, ну, нужно понимать одно, мы это пытаемся вложить в голову и политиков, и всех остальных жителей Латвии, то эти деньги, то есть государственная помощь, это ваши же деньги, которые перешли в госбюджет из ваших же налогов, да, если они оттуда будут, ну, как бы, и перекочуют эти деньги в карманы этих самых землевладельцев. Суть нет, и, конечно, было бы здорово, но, опять-таки, это не будут, ну, скажем так, вам никто их не посетит, это в крайнем случае будет кредит под низкий процент, да, и я еще раз говорю, каждый случай будет индивидуален, будут дома 100%, будут, которые мы скажем, ребята, вам дико выгодно, даже по нынешнему кадастру, только стукнет 1 января 2023 года, бегите, созывайте собрание, выкупайте землю, потому что у вас низкий кадастр, да, то есть, еще раз, это будет ситуация, где нужно будет реально смотреть на ситуацию каждого дома, очень четко консультировать людей, чтобы они понимали свои права, и самое важное вот в этих двух законах, что мы расширили существенно объем прав тех людей, которые жили в домах, стоящих на хозяйской земле. Если до этого они были реально просто бесправными правами, все право, которое заключалось в необходимости платить вот эту принудительную аренду, то теперь они становятся полноправными, и я бы сказала, очень интересными игроками рынка недвижимости, и эти законы создают поле для того, чтобы с ними наконец-то начали разговаривать землевладельцы, и считаться с людьми, и считаться с ними, уже с этой точки зрения все хорошо. Но еще раз, я считаю, что главная победа в том, что мы провели вот эту реформу и перевели Институт принудительной аренды в Институт законного пользования землей с унифицированным платежом 4% в год от кадастра. Мы таким образом избавляемся от огромного количества судебных тяж, которые находятся в судах, от всего этого всей этой жуткой ненависти и необходимости встречаться людям с Нормандом Шлипкий и так далее. Да, вот все-таки я понимаю, что здесь тяжело делать прогнозы, но есть у тебя такое ощущение, через сколько лет проблема вот этой разделенной собственности уйдет в историю, когда мы сможем сказать, что практически все многоквартирные дома, которые были расположены на земле, принадлежащей третьим лицам, теперь вот земля принадлежит владельцам дома и модали, так называемые, да, вот земли. Если ты хочешь знать мой прогноз, вот таков, эта эпопея не закончится ни когда. Понятно. Потому что еще... Оптимистично, да. Ну, пока не реалистично, да. Нет, я объясню, почему. Мы имеем дело с многоквартирными домами. И точно так же, как уникальная история каждого дома, уникальная история каждого жильца и владельца квартиры в этом доме, да. И поэтому вот эта вот необходимость собирать собрания, принимать решения 51% голосов, необходимость выкупать и так далее. Нам еще предстоят такие интересные варианты, мы разговаривали вот с юристами, о том, когда я говорю, я говорю, послушайте, я говорю, вот если человек реально, ну, не сможет выкупить, ну, не сможет выкупить кусок, физически, да. Кому он переходит? Кому он переходит? Другим жильцам в дом. Или банку. Или отходит к государству. Там будет, там еще эта история на несколько десятков лет по меньшей мере. Более того, я предрекаю вам, и вы потом увидите, что я права. И я намекаю сейчас инвесторам, богатым людям, подумайте, если вы так боретесь за право быть собственником этой земли. Ну, давайте уже, будьте честными до конца, объявите, скажите, это ценная земля, я хочу с ней иметь прибыль, но давайте делайте инвест-проект о том, что вы приходите, говорите жильцам Хрущевки, стоящей на земле рядом с Олимпийским центром в правильной улице Валдемара, и говорите, ребята, мы готовы выкупить весь ваш дом с потрохами, мы каждому из вас купим новую квартиру и заберем вашу землю, и построим здесь 30-этажку, и получим с нее прибыль. Вперед! Еще раз. Интересный поворот. Это примерно как делали многие те, кто донационализировал на собственность. Не все, но многие покупали квартиры. Но донационализация была дикой, дикой. Сейчас же, поверьте, мы вышли на то поле, если бы, ну, честно, к сожалению, в 90-е я не была в политике, но я поражаюсь, я поражаюсь тому, как эта проблема в 90-е не вылилась в массовое, что-то такое, во что в итоге вылилась история с принудительной арендой, когда мы заставили политиков считаться с интересами этих людей, и масса институций перешла на нашу сторону. И с донационализированной была та же история, там же тоже среди пострадавших были, и вот, говоря, там жертва принудительной аренды, много латышей, поэтому вам помогает. С донационализированной то же самое, там страдало много латышей, там не по этническому признаку, да, почему тогда вообще вот это вот все не подняли и не решили? Вот, к сожалению, сейчас жильцы донационализированных домов ушли в небытие естественным путем, вот буквально позавчера у меня была разговор с одной женщиной, которая на улице стаба живет в одной из таких квартир, где у нее из удобства унитазы, холодная вода, но это она как ребенок подземелья, она реально, она там без документов, без ничего обитает, ну вот сейчас как бы занимаемся, вот, но я к чему, еще раз, вы становитесь полноправными игроками в очень серьезной денежной игре, помните, каждый случай индивидуален, второе, не торопитесь ничего покупать, подписывать, без консультации с юристами, причем с юристами, которые вы знаете на вашей стороне, потому что это будет как в любой денежной истории, и предательство, и подкупы, и перекупы, и все остальное, потому что на кону деньги, огромные деньги, это самое главное, что должны помнить люди, и хочу сказать огромное спасибо Евгению Гомбергу, и всем землевладельцам, которые меня критикуют, чем громче ваша критика, тем, скажем так, мне приятно, что моя борьба увенчалась чем-то таким, что заставляет вас тоже думать, а не просто сидеть и получать проценты со вложений, со всем уважением к вашему бизнесу, я в политике отстаиваю интересы совершенно другой группы людей, поэтому, пожалуйста, ешьте меня с солью, с сахаром, как хотите, но вы пьянете, это замечательно, и удобный кусок, да, Регина, мы практически, насколько это было возможно в рамках одного эфира эту проблему осветили, понятно, что еще будем к ней возвращаться, не могу не спросить вот о том, что происходит в парламенте, я имею в виду, что многие, кто вообще следят за работой и сеймы, не только по долгу службы, а вот просто даже из интереса, до сих пор никак не могут понять, может быть, ты можешь коротко объяснить, что, собственно говоря, происходит в парламенте, все, кто сейчас работают, они все имеют сертификат, ну, вакцинированного, кто-то переболевшего, а кто-то уже и переболевшего, и вакцинированного, ну, те, кто сейчас работают, я имею в виду, да, те, кто отстранены, да, я имею в виду, те, кто... Нет, еще раз, еще раз, слово работа, слово работа имеет место значения. Нет, я понимаю, я к чему веду, это я понял, да, я к чему веду, что... Скажем так, получают зарплату за свою работу. Да, ну, хорошо, те, кто допущены до деятельности парламента, так можно сказать, да, и тем не менее, заседание происходит удаленно, я что-то никак не могу понять, в чем тут смысл, это что, такая помощь тем, кто обратится в Крестационный суд, или это помощь, не знаю, антиваксерам, кому... Что-то тут какой-то... Что-то нет логики здесь, тем более вчера, я так понимаю, длительно был объявлен перерыв в работе парламента, потому что произошел очередной какой-то технический сбой. Да, вот это все было бы смешно, когда бы не было так грустно. Да. Объясняю. Значит, изначально, когда принимался закон, ограничивающий право участвовать в заседаниях, парламентских заседаниях, людей, не имеющих сертификата о вакцинации, уже тогда было объявлено о том, что это символический шаг, который должен продемонстрировать, что депутат является ответственным, и, скажем так, да, это ответственность депутата своей собственной... И солидарность с остальными жителями, я понял, да. Да, солидарность с остальными. Если других людей увольняют за то, что у него нет сертификата, здесь то же самое. Естественно, никто депутатов, отстраненных на Удэньше, Степаненко, не уволил, не уволил, они продолжают стать депутатами, Юлия продолжает подписывать законопроекты, вопросы министрам и так далее. Она не может принимать участие в дебатах и в заседаниях комиссии и парламента. И зарплату не получает, да. И, соответственно, не получает зарплату. Ну, можно сказать, что наш Янис Адамсон тоже не получает зарплату. Именно, да. Вот, при том, что зарплату получает его помощник. Это вообще театр абсурда. А, естественно, логики, ну, скажем, естественно, это не является никакой борьбой с заражением, с пандемией и так далее. Это чисто политические, игры. Оппозиция, таким образом, лишилась, по меньшей мере, одного голоса. Ну, должна сказать, что у меня очень много претензий к разным людям. Например, я считаю, что Дидзе Шмидт, который причисляется к оппозиции и демонстративно не ходит, вернее, не участвует в удаленных заседаниях Сейма, мол, потому что он участвует только в очных, да. Простите, это чистейшей воды эгоизм, потому что он прекрасно знает, что его голос, это голос оппозиции потенциальной. Мы таким образом лишаемся, опять-таки, этого одного голоса. Просто в истории со Степаненко после того, как, значит, Шмидт ушел сам, значит, Адам Солнца они посадили в КПЗ. Ну, и теперь Степаненко, так как они знали, что она ни за что не будет вакцинироваться по религиозным соображениям, то, соответственно, вот теперь Степаненко больше не участвует. Это минус три голоса от оппозиции. А, как мы знаем, число голосов в семье имеет огромное значение. Значит, у нас, что случилось, технические сборки, будет теперь следующее заседание будет в среду. Почему мы не собираемся очно? Потому что на парламент распространяются те же нормы и ограничения, как и на всю страну. В одном помещении могут собираться не более 20 человек. Поэтому, естественно, я, допустим, хожу на работу в парламент, но сижу в зале нашей фракции вместе или одна, или, допустим, с Виталием Орловым. Если вместе мы надеваем маски, естественно, в помещении нужно использовать маски и так далее. Но еще раз скажу так, если человек хочет работать, он будет работать. Мне все равно, я говорю, я могу работать хоть в скафандре, хоть удаленно, хоть с космического корабля. И, честно скажу, если бы мне для работы нужно было сделать три прививки, я бы сделала три и пять. Ну, уже, в принципе, к трем уже идет, да, к пяти, может быть, ты перевеличиваешь, но к трем уже идет, да. Еще раз, понимаешь, я сейчас скажу жестко, на меня тут наезжают все, что я в одном из своих дебатов сказала, что да, я так считаю. я считаю, что те депутаты сейма, особенно, особенно мужчины, они просто трусы, те, кто не сделали прививку. Потому что, извините меня, боятся, во-первых, я немножечко разбираюсь в медицине, и реально, это действительно не страшно, это действительно не наносит вреда, никакого вреда вашему здоровью, ну, это реально так. И самое главное, товарищ мужчина, если вдруг война, ну, вот реально, представьте себя в 1941 году, чтобы вы ходили и кричали, мое тело, мое дело, ой, я не пойду в окопе сыра, ой, я могу там заболеть, ой, в меня пулька может попасть. Вообще, вот, просто подумайте на эту тему. Это вопрос, вот эта вот вся история с вакцинацией, это вопрос о том, насколько человек готов поступать за своими собственными какими-то, даже не здоровьем, не интересами, а просто вот насколько он готов быть ответственным членом общества. Потому что даже та же благотворительность, вот я такой добрый, я там дал денежек на то, чтобы кому-то купили подарочек. Все равно, как бы, от себя чуть-чуть оторвали. Но это самое простое. Вам просто задали чуть более сложную задачку разобраться и принять решение поучаствовать в коллективной системе безопасности здоровья. Вакцинация – это коллективная система безопасности здоровья. Все. Поэтому вот это вот поведение, пожалуйста, я говорю, здесь по этому вопросу тоже, пожалуйста, ешьте меня с солью, с сахаром, как хотите, моя позиция такая. Все депутаты, которые мне сделали вакцину, они трусы. Еще раз. Если ты религиозно настолько, что ты отказываешься это делать, значит, Сипоненко не прививала своих детей маленьких, получается. Тогда я считаю, что это вообще вне всякого понимания и, скажем так, научного подхода. Простите, мы все-таки живем в 21 веке, и сегодня люди, как я сказала, это о том, что это не система, не умирают от аппендицита, полагаясь на то, что все решит Бог. Они все-таки оперируют, и они выживают, и никто уже не умирает от заражения крови, газовой гангрены и сепсиса, в большинстве случаев не запущены. И от оспы тоже. Потому что есть пенициллин. Давайте тогда не верить в пенициллин, который тоже имеет побочки. Все лекарства сегодня имеют побочки. И тот же ибуметин, который все глотают при головной боли, и аспирин, и так далее. Поэтому здесь очень жестко еще раз. Не надо возводить людей, которые просто или из глупости, или из трусости не вакцинировали статус святых. Они не святые, они просто эгоисты, которые не участвуют в коллективной системе безопасности. Ну что ж, по-моему, да, с этим сложно не согласиться. Регина Лочмей, председатель подкомиссии Сейма по жилью. Это была основная сегодняшняя тема. Обязательно продолжим следить за ситуацией вот с этим законом разделенной собственности, который уже вступил в силу. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.